Накануне в Ростово главе с мэром приехала делегация из представителей 19 организаций курорта. Предпринимателям Ростовской области сочинцы представили свои туристические возможности. В частности, новинку – летний языковой лагерь в горах Красной Поляны. Рассказали и о том, что одним из туристических направлений в Сочи в этом году станет международный фестиваль-конкурс молодых талантов «Поколение Некст». В общей сложности в этом году на курорте пройдет около 170 событийных мероприятий. Все они считают, в администрации города заинтересуют туристов. Ростовчане, в свою очередь, поинтересовались бальнеологическими возможностями курорта и тем, насколько легко забронировать сейчас номера в гостиницах. В этом году, по данным туроператоров, к Сочи особый интерес. Многие отели уже забронированы на летний сезон. Анатолий Пахомов отметил, что помимо отелей и гостиниц на курорте есть так называемые гостевые дома и частный сектор, где также с комфортом и по доступным ценам можно остановиться. Отдельная встреча прошла по вопросам транспортной доступности. Обсуждали увеличение железнодорожных и авиаперевозок между городами. Очень удобное сообщение с Ростова. Естественно, что первая победа – это победа как раз в полном понимании этого слова, что появляется самолет, который будет прямой рейс, существует Ростов-Сочи. Сочи, он, конечно, поможет ростовчанам к нам доезжать. Но могу еще раз сказать, что интерес бы к городу Сочи был бы еще больше, если бы более качественней была составлена логистическая схема. То есть желающих ростовчан поехать в Сочи большое количество. Было озвучено предложение создать чартерные перевозки на электропоездах «Ласточка». Для реализации этого проекта подключатся представители обеих сторон. По итогам встреч бизнеса и руководства Сочи с представителями Ростовской области был подписан ряд соглашений и договоров. В частности, соглашения между Ростовом и Сочи о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве. Продолжение следует...